Вольное историческое общество Вольное случаем это будет сулить фальсификации истории и бучки помоев на нашу страну, на ее историю. Потому что ничего другого ожидать в варианте финансирования откуда-то невозможно. И когда эти люди начинают финансировать создание такого сайта, разумеется, вызывает очень большие сомнения в том, что этот сайт будет представлять собой что-то стоящее. Пока что из либеральных кругов ничего хорошего в области истории не вышло. Борис Юлин предполагает, что главным периодом, на который нацелились либералы от истории, будет время с начала революции и до 1991 года. Этот период показывает успешность того, что мы называем советским строем, советским проектом. Какие интересы у опального либерального министра финансов в вопросах истории? Этот этап был завершен окончательно в 1991 году, развалом Советского Союза. И те люди, которые были во главе этого развала, они, по сути, показывают справедливость своего развала и своих действий, очерняя советский период всеми доступными и недоступными способами. Зачем комитетно-гражданские инициативы такая есть? Из уст либеральных историков мы слышим только плохое о нашем советском прошлом. Постоянно обвиняется преступный режим, поливается грязью советские лидеры. Чтобы противостоять потоку искаженных исторических трактовок, нужно заниматься самообразованием. Но как отделить правильную историю от неправильной? Критерии, на самом деле, достаточно простые. Если государство развивается, осваиваются окраины, строятся новые города, расплачиваются новые поля, значит, страна процветает и развивается. Если растет образованность населения, растет жительность жизни. Если все это ухудшается, значит, страна находится в состоянии деградации и упадка. Нужно гордиться великими деяниями, стыдиться позорных деяний. Но для этого сначала нужно достаточно честно показывать. Именно показать, что было вызвано, чем было вызвано, почему. Так какое же прошлое нужно России для успешного будущего? Реальное прошлое. Есть недозрительные связи, чтобы ясно было, что у нас в истории нету черных дыр. А что есть постепенное развитие нашей страны и нашего народа. Шагами вперед, шагами назад, но это все наша история. История, она нужна вообще-то, гражданой вообще стране. Для того, чтобы можно было учитывать ошибки прошлого. И учитывать достижения прошлого. То есть понимать, что делать правильно, а что нет. Искаженная история, перевранная история, это как лекарство, которое дали по неверному диагнозу. Это смертельно опасно. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео рубрики «Экспертное мнение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова